Самая короткая ночь в году – ночь мужества, воли и бесстрашия, а затем 4 года и 27 миллионов унесенных жизней – это каждый восьмой житель нашей страны. Ежедневно в страшных боях гибли тысячи героев, героев, стоявших за свою родину, за свой дом и близких. Вот итог вероломного нападения гитлеровской Германии на наши рубежи. Спустя 77 лет русский народ продолжает бережно хранить и чтить память о тех страшных событиях. Сотни десногорцев, в основном это юное поколение, воспитанники лагерей, волонтеры Центра культуры и молодежной политики, участники патриотического слета Отечества пришли в этот день отдать дань воинам, павшим на полях сражений. Поисковые отряды кропотливо собирают по фрагментам историю. У подножия мемориала Курган Славы захоронены 1200 останков, поднятых поисковиками. На последней вахте памяти с 25 апреля по 6 мая отрядами за родину и высота найдено 118 солдат. 17 медальонов, 7 из них прочитано. За титаническую работу по поиску и восстановлению исторической памяти и имен героев председателю Совета ветеранов войны и труда Игорю Журавлеву от Смоленской областной думы вручил почетную грамоту депутат Михаил Лосенко. Такие мероприятия это есть, воспитание нашей молодежи. Не зря я сегодня за такую работу председателю вручил почетную грамоту Смоленской областной думы. Ветераны и поколение среднее мы занимаемся воспитательной работой, особенно среди молодежи. У нас молодежь замечательная. Настоятель храма всех скорбящих радости протеерей Виталий Сладков совершил молебен по всем павшим воинам, а затем обратился к юному поколению со словами напутствия. Здесь или во время летнего отдыха, куда бы мы ни ехали, посмотрите, какая красота, какая красивая земля, какая замечательная природа. И только благодаря миллионам жертв наших соотечественников эта красота не досталась врагу. Мы должны об этом всегда помнить. По традиции митинг завершился возложением цветов и венков к братским могилам. Все, кто пришел в этот день на Курган Славы, понимают, как важно помнить о той войне и не допустить ее повторения. У нас и дедушка в войну погиб, и многие мои родственники и друзей тоже, то есть те возраста. Поэтому я пришла почтить память. Это дата памяти. Это память о тех, кто положил свои жизни в первые годы Великой Отечественной войны, для того, чтобы немцы не смогли осуществить свой план по захвату нашей Родины. И им это удалось, мы это помним, мы это чтим, и наши дети об этом тоже не должны забывать. Любой участник этих действий, это уже герой, он должен хранить память. Мы должны ее хранить, чтобы помнить и не повторять ошибок времени. То, что в этот день на Кургане Славы было так много молодых людей, говорит о том, что гордость за своих героев передается в нашей стране от поколения к поколению.